здравствуйте друзья доброе утро а утро у нас понедельника 10 июля и впереди давайте вам расскажу на несколько месяцев вперед что у нас тут в стране происходит эту неделю вот минувшую неделю в связи с праздником там 4 июля до днем независимости были каникулы в конгрессе и сейчас конгресс вот сегодня уже понедельник собирается и есть у них всего три недельки всего три недельки для решения тех вопросов которые они в состоянии решить но ну как бы много не решишь за три недели во первых во вторых висит вопрос с реформой здравоохранения и пока они с этим не разберутся они как бы по процедуре не могут дальше идти не могут переключиться на другие вопросы поэтому непонятно вообще что там будет после вопрос на самом деле сложнейший и можно ли его решить там за за три недели я я не знаю честно то есть мы не знаем во что это все превратится но но по серьезному конечно времени у них нет реально ни на что посмотрим дальше происходит вот что дальше на на месяц конгресс уходит на каникулы вот сейчас недель когда а дальше месяц впереди вот в августе их не будет соберутся они в сентябре но дело в том что с первого октября тут тонкость с 1 октября начинается новый финансовый год и конечно если бы налоговая реформа успела как то так вот произойти чтобы на следующий финансовый год уже люди получили какие-то послабления налоговые нож какие там им удастся оговорить я не знаю это могло бы чисто финансово повлиять на выборы которые будут в конгресс выборы в конгресс которые будут ровну через год вот в ноябре следующего года то есть может быть хотя тоже не факт да они бы еще еще не получили бы данный денежку да нет нет это я неправильно говорю то есть никто бы денежек еще не увидел но хотя бы мог бы их предвкушать но сейчас что получается что представить себе что даже если они скажут сегодня ну и нафиг эту здравоохранение реформу потом докуем эту подкову значит и вот переключимся на налоговую реформу есть принципиальные разногласия внутри опять же республиканской партии по налоговой реформе дело в том что если делать сокращение налогов а основное сокращение и как бы экономия на налогах произойдет не у граждан так граждане мало заметит а произойдет на корпоративном уровне вот то что под должно повлечь там может быть какие-то дополнительные инвестиции рабочие места там и так далее которых принципе и так более больше чем надо и людей не хватает но не знаю в общем вот вот как то так вопрос вот чем если в бюджет поступает меньше налогов то дальше есть две концепции значит концепция номер один говорит ну и хрен с ним увеличим значит госбюджет есть возможность у конгресса да значит там увеличивать но там торговля начинается между демократами республиканцами там и так далее но в принципе значит вот как подход на этом уровне на уровне подхода можно сказать ну хорошо будем собирать меньше налогов и увеличим как бы государственный долг и соответственно дефицит бюджета до на каждый год вторая концепция говорит но мы же не можем вот так давайте если мы тут сокращаем то соответственно мы должны где-то компенсировать снижением расходов и на самом деле у консерваторов всегда таким берьмом на глазу была государственная машина которая жрет и жрет и жрет из бюджета что правда и вот как бы вот у нее подзабрать но дальше начинается у кого подзабрать у министерства обороны сейчас тенденция такая чтобы наоборот им накинуть вот хотели ну как бы администрация трампа хотела там подужать министерство иностранных дел а конгресс против конгресс как это можно снижать там расходы на на то что значит тратить деньги там госдеп и так далее и в общем совершенно непонятно как это все произойдет непонятно как они друг с другом договорятся потому что есть непримиримые позиции увеличение государственного долга это то за что клеймили обаму но обама увеличивал государственный долг в условиях когда существенно увеличивал государственный долг в условиях когда рухнула экономика рухнула она еще при администрации буша и собственно обама унаследовал этот кризис, и если бы он не одалживал эти деньги, вообще непонятно, что было бы со страной. А сейчас, слава богу, мы в неплохом состоянии. Вот. Одалживать деньги сейчас, ну, хорошо. А все-таки, за чей счет все это произойдет? Ну, да. Можно сократить налоги. А еще говорят, давайте там на триллион долларов инвестиции сделаем в инфраструктуру, что очень здорово, на самом деле. Но опять, а деньги где? Опять из бюджета, опять увеличивать госдолг. И пошло, и поехало. И на республиканском фланге, так сказать, политического спектра есть так называемые налоговые консерваторы. То есть люди, которые говорят, надо жить по средствам. Это довольно мощное крыло. Это, в общем-то, фундаментально соответствует логике и пониманию мира консервативному. Вот. Это не просто так вот, знаете, пришли биржевые спекулянты. В принципе, сейчас финансовая, так сказать, часть администрации, там очень много людей из Goldman Sachs. Goldman Sachs. Ну, грубо говоря, биржевые спекулянты. Ну, правда. Вот. И это же не они же экономику делают. Понимаете? Это же как бы такой вторичный продукт. Поэтому... Ну, посмотрим. В общем, там им есть из-за чего подраться. Мы не знаем, насколько им удастся там друг с другом сговориться. И как быстро это произойдет. Самое существенное. Как быстро это произойдет. Пока что мы видим, что, вот скажем, по здравоохранению у них не очень получается договориться. И... Потому что опять то же самое. Одни говорят, не должно быть никаких субсидий, что есть консервативная идея. Какие субсидии? Вы что, охренели, что ли? Кто кому должен чего субсидировать? Вот. Мы обсуждали уже эту тему, что вот они же возражали, когда делали пенсионную реформу при Розвельте. Они возражали, когда при Линдоне Джонсоне делали здравоохранение для пожилых людей, медикер и так далее. То есть как это вот кто-то кому-то чего-то там субсидирует. Хотя для этого есть специальные налоги. Да, есть налог на social security. Такс есть такой. И есть налог на медикер. Отдельный налог. И, собственно, Обама ничего такого не сделал. В противоречии с этим он ввел специальные налоги на вот этот свой Обамакер. Довольно бездарный при этом. Но не суд. Вот. Поэтому принципиально вот есть как бы расхождение внутри республиканской партии. И это единственное, что сегодня их тормозит в смысле принятие налоговой реформы. Значит, сама мысль о том, что может произойти какое-то изменение до 1 октября. Это как бы никто даже и не говорит, что такое возможно. Потому что, ну что там, три недели сейчас, месяц в сентябре и все. Об этом даже речи нет. И это, кстати, вот эта их занятость всеми этими делами создает просто сказочную, можно сказать, возможность, неожиданную для того, чтобы они не в состоянии были заняться грин-картой и грин-карт-лотереей и ее отменой. Вот. Так что революция, которую так долго, значит, революция с грин-карт-лотереей, которую так долго, значит, обещали, о которой так много говорили республиканцы, откладывается. Явно. То есть, как бы, не до этого. Судя по всему, я тоже, я же не знаю, я им расписание не составляю, чего обсуждать. Но так вот по наблюдениям. И в прессе ничего нет. Никто, никакой начальник ничего, ни слова не сказал. Я периодически делаю поиск, смотрю, может быть, где-то по мелочи там, где-то так не вышло на первые полосы, но где-то, где-то какое-то кипение идет. Такое ощущение, что пофиг. Я даже начинаю думать, что они эту грин-карт-лотерею не столько хотели отменить, раньше, что пять раз против нее голосовали. Сколько хотели насолить администрации Обамы. Причем, зная, что он все равно не подпишет этот указ, там на него вето положит и все. Но они, тем не менее, пять лет голосовали. Может быть, это было чисто таким вот, даже, не знаю, пропагандистским. Правда. В общем, начинаю сомневаться в принципиальности позиций. Как бы хорошая новость. Значит, что дальше у нас? Дальше у нас... Говорят, что, может быть, они успеют принять налоговую реформу до конца календарного года 2017-го. Но опять это нужно обсудить, договориться и... Ну, не знаю, в общем... А в таких условиях, где у консерваторов друг с другом не очень получается, в этих условиях им нужно будет какую-то поддержку искать на демократической стороне, может быть, какие-то уступки делать, я не знаю. В общем, очень-очень сложное такое уравнение. Казалось бы, большинство тут, большинство там, президент, все из одной партии, как бы, делай, что хочешь. Нет, не получается. Не получается. Тут у меня есть один знакомый такой, про-республиканский человек, и я ему говорю, ну, где же реформа-то? Он говорит, так им же мешают, говорит он. Я говорю, как мешают? Тут большинство, тут большинство, тут президент. Я говорю, кто же может помешать? Говорит, вот, как в кинофильме про, как он там, неуловимых мстителей, говорит, выкрасть хочет гриню нашего. Говорит, кто же это, говорит, сполочи красные. Вот, в общем, мешают им. Ну, посмотрим. Это все действительно очень интересно, очень драматично. Мы присутствуем при каких-то таких исторических переменах. и вот эта встреча двадцатки в Гамбурге тоже очень интересно. То есть, Трамп, как бы, оказался сам по себе там в одиночестве. И, как бы, такой месседж, он такой, посылает, он говорит, пацаны, типа, нам пофигу, вы что хотите, то и делаете, а нам пофигу. у нас вот Америка ферст, а вы там как хотите. Вот, и вдруг, значит, вот это вакантное место, значит, начинают занимать другие. Германия, так, довольно уверенно, говорит, раз такое дело, значит, мы поведем. Вот, Китай тоже готов с удовольствием. То есть, радость других стран, которые не ожидали, что у них появится такая лидерская возможность, вот, радость их безгранична. Вот, так что, в общем, пока так. Смотрим, наблюдаем. Я просто к чему говорю, чтобы вы видели на ближайшие полгода, вот у нас как раз до Нового года полгода, ну, чуть меньше, уже на недельку меньше, вот эти полгода, что будет происходить на законодательном фронте? На незаконодательном, значит, остается у нас вопрос подвешенный с разрешением на работу для тех, кто по по визе H4, есть такая H4 и AD, для тех, кто супруги, работающих по H1B. У нас вот тут конкретно на местности это очень большая группа людей, и сказано было, что в сентябре администрация вернется к этому вопросу и определится, потому что дело это висит в суде верховном, потому что анти-иммиграционные группы подали в суд на решение администрации Обамы о том, чтобы дать этим людям разрешение на работу, они подали в суд, все это дошло до верховного суда, и несколько месяцев назад уже верховный суд должен был собраться и определиться, а белый дом-то поменялся, администрация поменялась, и соответственно позиция поменялась, соответственно белый дом говорит, что мы не знаем защищать позицию администрации Обамы в суде, то есть говорить, что это все нормально, или согласиться с анти-иммиграционными группами, хотя душа их явно в эту сторону принадлежит вот к этой стороне, но им надо определиться, хотят ли они действительно отозвать разрешение на работу, потому что у нас в общем-то людей с высшим образованием не хватает катастрофически, если общая безработица там скажем 4%, сколько там, 4-3, 4-4, то с высшим образованием 2%, 2% безработица это значит, это другими словами сказать, что вообще найти человека невозможно, то есть его нет, это 2% безработица, поэтому в этих условиях еще и отобрать разрешение на работу у какого-то количества, я не знаю, говорят, что их там чуть ли от полумиллиона до миллиона, не знаю, много по стране, что они накапливаются годами, отнять у них решение на работу, это как бы самому себя высечь, обещано было, что к сентябрю они определятся, потому что администрация попросила у Верховного Суда отсрочку на 6 месяцев для решения, для того, чтобы определиться по этому вопросу, так что вот тоже мы посмотрим, это произойдет все относительно быстро, это речь идет о тех вопросах, которые как бы обычно нашей аудитории, которые нашей аудитории интересны, вот я так пытаюсь просуммировать, что у нас там в календаре, те, кто досмотрел до этого места, я могу себе позволить, ой, повернуть камеру, вот тут солнышко, тенечек, как-то вот так мы в шатком таком положении, все, друзья, мы с вами прощаемся, я пошел на работу, у меня после каникул расписание очень-очень плотное, в общем, побежал. Субтитры создавал DimaTorzok